Добрый день, уважаемые эксперты. Я ученик 8-го, а я Якищан Фалеша, 5-й, Б-класс. Наш проект называется «Пиазоэлектрический биогенератор из гиби и чашлы». Актуальность. Актуальность проекта связана и с тем, что сегодня существует проблема исчерпаемости природных ресурсов и ухудшения экологии Земли. И ученые будущее очень тесно связывают с экологически чистыми источниками энергии. Одним из таких источников энергии является пиазогенератор. Цель работы рассмотреть пиазогенератор как альтернативный источник энергии всех преимуществ и недостатков. Задача изучить историю, открытие и суть пиазоэффекта. Изучить устройство приборов, работа которых основана на пиазоэффекте. Объект исследования. Биогенератор из гиби и чашлы. Источник тока из пиазоэлемента. Зажигалка, зарядная стелька из пиазоэлементов. Предмет исследования. Пиазоэлектрический нано-генератор, получаемый из рыбьей и чашлы. На данной картинке вы видите пиазогенератор. При сжатии он выделяет малый ток. Пиазоэлектрические материалы. Природные и искусственные. Природный кварц-1 известный пиазоэффектические материалы. Искусственные. Необат, лития, тетанат, бария. Изучение электрической зажигалки. Разобрали зажигалки, достали пиазоэлемент. И с их помощью работает светодиодная лампа. Вспыхивает, но долго не горит. Хотя напряжение и ток достаточно. Его можно применить для цвета музыки. Пиазоэлектрический источник тока из рыбьей и чашлы. Этапы изготовления. Промывка и сушка чашлы. Крепление двухсторонним скотчем. Фольги на ламинат. Контакт-1. Укладка слоя из чашлы на фольгу чашлы. Укладка и крепление второго слоя. Фольги контакт-2. Установка проводов ламинирования. Источник дает переменный ток. Доприметель состоит из четырех диодов и двух конденсаторов. Диоды обладают односторонней проводимостью. Конденсаторы сглаживают пульсацию. Батарейки из рыбьей и чашлы по итогам работы прошлого года мы задумались о том, что можно сделать батарейки из рыбьей и чашлы за то год, чтобы получить энергию от нее. Эта идея пришла во время сезона охоты. Гильзу от патрона можно наполнить чашлой и использовать как батарейки. Исследование работы источника. Для увеличения мощности провели следующее исследование. Увеличиваем длину, чтобы получить большую мощность, чтобы сделать длинный источник энергии от размера чашлы одной рыбы, чашлы карася. Чем больше чашлы карася, тем больше мощность от вида рыбы. Максимальная мощность 1,32 мВт при длине 162 см для чашлы от чира. Пластинки из чашлы от площади зависят мощность генератора. Чем больше площадь, тем больше мощность. Пластинки после вываривания стали более тонкими и чистыми. При этом значение напряжения увеличилось. Значение напряжения увеличилось. На данной картинке вы видите работу пьезогенераторов. Самой мощной оказался ЧИР. Заключение. Работа над созданием и испытанием пьезоэлектрического биогенератора из рыбы и чашлы показала, что при давлении на некоторые из кристаллов возникает элитический ток. С помощью пьезоэлемента зажигалки работает светодиодная лампа. Но долго не горит. Хотя напряжение и ток достаточные. Его можно применить для цветомозки. Такое же явление наблюдается при давлении на чашую рыбы. Поместив чашую между проводниками, при давлении даже звука получаем малый ток. Гильзу от патрона можно наполнить чашую и использовать как батарейку. Чем длиннее устройство и чем больше площадь, тем больше получаем электроэнергию. Мощность биогенератора зависит от вида рыбы. Биогенератор из чаши можно использовать для питания световых ламп, для зарядки телефонов. Дальше мы планируем усовершенствовать биогенераторы.